Президент констатировал, что Казахстан отстает от разных стран по уровню знаний учащихся. Основная причина, по его мнению, в недостаточности в выделении денег и отсутствии реформ. В среднем мы тратим на учащегося менее 1000 долларов в год. Члены Совета тут же стали предлагать методы решения проблем образования. Так Мурат Абенов считает, что специально для МОН нужно открыть телеканал. В той ситуации, когда вместо звезд развлекательного жанра, сейчас стали звезды учителя, их узнают на улице. Эта пандемия нам позволила показать всей стране лучших учителей. Я думаю, в этом отношении создание учебного телевидения позволит лучший контент, лучшие образовательные технологии сделать конкурентоспособными. Другой член Совета Кожахметов предложил запретить госгранты на обучение детей из обеспеченных семей. Он предлагает предоставлять гранты только детям из семей с низкими доходами. Напомним, во времена Союза образование в стране было полностью бесплатным. Сейчас в Казахстане только 30% из всех студентов могут получить гранты, то есть получить высшее бесплатно. А вот для детей-сирот и инвалидов предусмотрен всего лишь 1% из всех грантов. Как правило, у этой категории студентов совсем нет денег на образование. В Казахстане только 30% обучается по госгрантам. Увеличение, существенное увеличение количества грантов, тем не менее, сохраняет разрыв между показателем города и села. По моим подсчетам, сельчан учатся не более 20% в высшем образовании. И поскольку по госгрантам там более-менее сбалансированная политика, но в платном обучении, учитывая низкие на 44% доходы меньше села, они учатся их там не больше 15%. Но некоторые эксперты не согласны с этим мнением. Ведь гранты получают не богатые дети, а талантливые, поэтому они имеют полное право на бесплатное обучение. Тем более, это будет на руку государству. В свою очередь, президент сообщил, что принято решение о повышении среднего финансирования госгрантов с 4-20 тысяч до миллиона. Это, полагает Токаев, позволит периодично повышать зарплату преподавателям и улучшать материально-техническую базу вузов. Также Токаев поручил повысить стипендии будущим педагогам с 26 до 42 тысяч тенге. Необходимо поэтапно повышать требования для поступления на педагогические специальности. Для повышения ее привлекательности следует повысить стипендию для будущих педагогов с 26 до 42 тысяч тенге. Токаев поручил рассмотреть возможность увеличения количества грантов для социально уязвимых слоев населения. Кроме того, в Казахстане могут ввести льготные кредитования оплаты на учебу. Но пока это только разговоры. А вот конторы по опечатанию дипломов нужно закрыть, отметил президент. Как сказал Токаев, кто бы не защищал эти так называемые вузы, эту работу нужно завершить. Резюмируя реформы, глава государства отметил, что директоров школ нужно менять. Впрочем, ротация коснется и госслужащих. Президент поручил искать для этого талантливую молодежь. Внедрение института ротации и аттестации директоров также должно повысить эффективность управления. В целом, я за то, чтобы ротация существовала в каждой сфере. Мы должны обновлять кадры, чтобы не было разговоров о так называемых потерянных поколениях. Для решения научных задач президент предложил привлекать ученых из-за рубежа для совместных исследований. А вот для инфраструктуры МОН нужны деньги, поэтому глава государства поручил использовать ГЧП. Пока же, к 2025 году планируется построить 800 новых школ на более чем 60 тысяч мест. Боржан Шехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.